31 октября 1981 года СССР шокировала новость. Савелий Краморов покинул страну. Бежали за границу и раньше, но тогда уехала звезда первой величины. В кино Краморов был добряком и наивным чудаком, а в жизни очень религиозным и сложным человеком. Он часто ходил в синагогу и, например, принципиально не снимался в субботу. Из-за тяжелого характера со временем с ним хотели работать все меньше и меньше. Но окончательно его карьеру подкосил отъезд дяди в Израиль. На артиста повесили клеймо неблагонадежного. В итоге карьера в кино фактически прекратилась. Тогда актер посчитал, что его талант будут ценить в Голливуде, но отпускать из СССР Краморова никто не хотел. Отъезд столь известного артиста означал «положить на полку десятки фильмов». После отказа в выезде Краморов не растерялся и написал письмо другому известному актеру Рональду Рейгану. Господин президент, мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Письмо вызвало крупный политический скандал. В итоге Краморова, скрипя сердце, выпустили. А многие его фильмы с его участием действительно положили на полку. Для эмигранта в Америке Краморова ждал огромный успех. Он смог сносно выучить английский язык, стал сниматься на вторых и третьих ролях с первыми звездами Голливуда. Вступил в гильдию актеров, получил собственного агента. Большой успех для эмигранта. А также купил дом на берегу океана и несколько раз приезжал в Россию на съемки. В общем, американская мечта Савелия Краморова исполнилась только... Всю жизнь Краморов вел здоровый образ жизни. Правильно питался, занимался йогой, плавал в океане у дома. Даже любил шутить, что намерен дожить до 120 лет. Единственное, чего Краморов по-настоящему боялся – заболеть раком. В 60 лет у артиста резко стал болеть бок. Сначала он пенел на простой аппендицит, но доктор ошарашил. Рак прямой кишки. Операция, химия, два инсульта, слепота. 6 июня 1995 года Савелий Краморов умер в Сан-Франциско, сумев воплотить в жизнь свою американскую мечту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова